Внутренняя тьма Собственно у нас здесь похожая находится Нам нужно запитать ее электричеством В последней серии я не понимал совсем Что тут делать, но мне подсказали Вернее, по игре-то мне не подсказали, я сам знаю Мне подсказали, что здесь есть Пасхалка, причем даже не одна Одна из пасхалок вот здесь Насколько я понимаю Потому что кодовое слово сюда нужно ввести Аусир, по-моему, что ли Но сначала мы займемся Вот этой То есть помните, я в прошлой серии Он показывал, что у нас здесь Лежит полуразложившийся труп Это не очень приятно Но что поделать Так вот Нам нужно Во-первых, сохраниться Во-вторых, снять свой костюм А теперь, уважаемые насекомые Приятного аппетита! Ешьте меня А мы подождем Сейчас, нужно некоторое время Чтобы они начали нас кусать, я так понимаю Они меня еще не разом кусали Напомню, что Насекомые эти обладают Их укус и сильным галлюциногенным свойством Так что Ешь меня Кусай Раз Хорошо Сказали, что вообще до тех пор Пока в глазах вдвоица не начнет Я надеюсь, они меня не троллили Это будет обидно Просто сделали это, чтобы я умер во время серии Может быть и такое Так, ну что, я не вкусный, что ли? Я не пойму У вас так много, а я один И я стою, и вы сидите Кушайте Кушайте Может мне подойти к вам? Укуси меня Ну, блин, что за проблем-то? Морда у него, конечно, такая Смотри Смотри, вообще ни в какую Давай Ешь меня Может мне фонарик тоже выключить? Да, бесполезно Что-то они не едят Так, ну-ка фонарик вообще убрать пока О, как сразу темнота стало Может вы света боитесь Представьте просто, да Вот так вот в комнате находишься с этими Кучей-кучей агрессивных насекомых Больших таких, с ладонь Ох, какая пакость Короче, что-то Что-то не зачет Не оценил я Не знаю почему, но они меня не хотят атаковать Может мне такая пуля или завтра вообще нафиг не нужен Ешь меня Скушай Не хочешь? Короче говоря, мне сказали, что если достаточно много раз тебя укусят То вот эта голова с тобой начнет разговаривать Я знаю, что очень многие параллельно со мной сейчас начали это проходить То есть, чтобы обсуждать в комментариях это все Надеюсь, кто-нибудь из них запишет эту пасхалку И выложит видео ответом к этой серии Я, как и многие зрители, я думаю, будут Мы будем очень благодарны вам за это Но у меня, как видите, особо не получается ничего Так, и вторая пасхалка Здесь вот у нас есть кодовая дверь Туда тоже заходить не обязательно Здесь у нас кодовое слово Аусир Моу Подожди, нет, не тут Где она? Тихо Короче говоря, тут нужно поставить Аусир И в итоге После манипуляции там можно будет Ладно, сейчас увидим, что там можно будет Смотри, меня вообще не едят И чё я пульверизатор собирал? Парился столько Здесь у нас клеп Гробы Гробики А, укусил Тихо, тихо Меня кусать начали? Может, самое время мне пойти туда? Давай, давай, пошли, пошли, пошли Пошли Вот видите, тут сразу хорошо начали кусать Я хочу Я хочу эту пасхалку Это что за звуки? Чё, мне всё прошло уже, пока я бежал А эти кусать не хотят Эти не агрессивные Блин, да вы заколебали, ёлки-палки Ну, ешь меня Вот эти вот звуки, которые вы слышите Это как раз-таки с помощью азбуки Морзе Можно их перевести в слово Аусир Так, ну ладно, давайте-то на самом деле уже Хватит прикалываться Наденем костюм, чтобы там нас не ржали Всё равно добежать не успеваем Только убить могут Или брюки пойдут какие-нибудь Так, всё, пошли Хорошо Теперь у меня кусать не будете, я надеюсь Так, скелет Он, наверное, умер много лет назад Ключ странной формы Отлично Теперь у нас в какой-то комнате была Тут вроде как Машинка С азбукой Морзе Там этот ключ можно применить Но больше тут ничего нет, похоже Пикок Скончался месяц назад Внутренние органы без повреждения Правая рука ампутирована По причине тяжёлого некроза Следует использовать в ближайших экспериментах Поскольку скорость станет бесполезен Бальзам может храниться не более нескольких дней Нормально Абдул-Ахмади То есть они для них не люди были Эти слухи, похоже Доставлен две недели назад Он мягкий и даже тёплый Бальзам, по-видимому, ещё действует Примечание Некоторые из сотрудников утверждают Что слышали, как он шепчет по ночам Они клянутся, что если приложить ухо к крышке гроба Можно услышать, как он зовёт по имени этот особенный Новый экземпляр неизвестного фараона из Древнего Египта Эти глупые слухи могут вызвать смятение Я должен придумать, как это остановить Третий неизвестный Доставлен три дня назад Личность всё ещё не установлена Шалив Бенхумар работает над этим Тело кажется в хорошем состоянии Так что контролировать его будет трудно С этим надо быть поосторожным Контролировать Вы тут чем вообще занимались? Я извиняюсь Тихо Они чё, я не пойму Оживляли что ли эти трупы? Офигеть Так, ну вроде тут больше ничего нет, да? Куда бы мне применить этот ключ? Бардак у вас тут, конечно Всё прослотим Этой хренью Так, ладно Жаль, что меня насекомые не кусают Это печально Так, где у нас здесь азбука Морз была? Я уж и не помню Да, похоже не в этой комнате Нет, это не оно Вроде бы Давайте-то открывать что ли И там по дороге ещё разберёмся Что да как Так, вот на эту дверь нужно применить ключик Заперто Ключик у нас, по-моему, пока нет Ну вот этот ключ не подойдёт, я думаю Да, не подходит Ключик Ключик у нас, я знаю, где лежит, по-моему То есть я видел, вот сейчас мы проходили Там были ящики в столе Но я искал чисто азбуку Морзе Да А вот, конечно Ключ, который я нашёл в одном из подвальных помещений Заброшенного дома в лесу Отлично Нечитабельно Подожди Тут вообще нельзя почитать Да, похоже на то Ладно Нам сейчас нужен бензин Бензин, я так понимаю, мы возьмём в этой комнате Потому что больше негде Так Где этот ключик Блин, в этой части в инвентаре слишком много каких-то непонятных, ненужных вещей Просто начинаешь путаться В предыдущей части порядку больше было Так, хорошо Да сколько у вас тут ёлки Ага, ну вот Короче, там ближе к нижней комнате где-то раздаются удары И по ним можно вот это вот Как раз сложить слово Аусир Вот до этого допереть тоже, конечно, ещё нужно Не так всё просто Это всё-таки секретка Я просто про неё знал Так Та у нас Ничего Тут тоже похоже И тут Отлично Канистра В ней есть немного бензина Хорошо Что за сейф Заперто Открыто Это, дамы и господа Гамонку То есть рукотворная жизнь Созданная алхимиками Офигеть, не правда ли? Созданная из мандрагоры Ну вы знаете Мы читали с вами рецепт Он живой Ой, блин Чё ты писала? Ну ладно, давайте-ка мы Офигеть, у нас свой гамонкул Результат эксперимента по созданию гамонкула Иногда мне кажется, что у меня в голове звучит его голос То есть, повторюсь Гамонкул это искусственно созданная форма жизни Биоробот такой Если можно так выразиться Офигеть, какая страшная хрень, да? Отлично Давайте ещё раз попробуем напоследок Может теперь нас покусают Так, где мой костюмчик? Сохранимся только Кусай меня Кусайте меня Раз Два Теперь идём по-быстрому сюда Вот, слышите? Разбуху морза Ну почему же вы меня не кусаете? Я же так хочу этого Кусай меня Я тебя же сломаю, придурок Ну давай, ну Ни в какую Не хотят Наверху кусают за милую душу Тут ни в какую Именно где нужно Единственное место в игре Где мне бы этого хотелось Давайте подождём ещё секунд 30 Да пойдём Обидно Обидно Ну ладно, хоть гамонкула нашли Тоже не относящийся к основной сюжетной линии хрень Но тем не менее Интересно Никак Давайте тогда это что ли Помаленьку разбрызгиваешь Чтобы нас не куснули Когда нам этого уже не нужно Так, и теперь Подожди Это не то Пардон Я маленько заблудился Надо было направо повернуть Я налево повернул Короче говоря Сохраняемся Там вроде как запороть всё можно Насколько я понял По описанию Эмм 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 А, ну да Сначала нужно поближе присмотреться Тут всё достаточно заморочено В этом плане Так, налили Дальше Открывать души Ну-ка Как-то нужно убрать Убрать весь шум нужно Готово Отлично Так Эта машина Проклятая орудие дьявола Проклятый канал Выновый мир Но если ты знаешь Как с ней обращаться Волноваться не о чем Посмотрите внимательно И вы увидите крышку На передней стороне машины Прямо под окном Откройте её И увидите механизм Который защищает Самую важную часть машины Капсулу телепортера И детали смесителя Капсула предназначена Для останков того Кого вы хотите вызвать Из потустороннего мира Положите в неё то Что принесли Смеситель Необходимо в точной пропорции Добавить иные вещи Код этой конкретной машины 5, 1, 6, 3, 7 Отлично Но вы пытаетесь призвать Давно ушедшего Ответа придётся ждать долго Слушайте меня очень внимательно Что бы ни случилось Не смотрите в окно машины После того, как вам удалось Что-то призвать Это смертельно опасно Не каждый способен выдержать То, что увидит в этом окне Иногда вы будете взирать В самую бездну ада Так я потерял Двух ассистентов У меня в ушах До сих пор Звучат крики Самого способного Из них А перед глазами Стоят его глаза Налитые кровью Боюсь, он будет Преследовать меня Пока я с ним И вас заединю Ну, замечательно Мать твою за ногу Порадовал Короче говоря Я изначально Делал всё неправильно Я сразу хотел призывать Но нужно-то было Фонографа Прослушать сначала У меня, по-моему, ещё один есть, нет? Я их вроде два брал Или нет? Так, это фонарик Да, похоже Больше ничего нет, да? Так, ну и что? И теперь У нас есть Код А, вот, смотри Есть второй Так, ну сначала Тот вытащить Я думаю, нужно И теперь этот вставить И по той же Самой методе Главное Чтоб перегруза не было Леву вообще Нафиг не трогаем Вот этим постепенно Убавляем одну Так Достаточно Геморройно Но, в принципе Решаемо всё Одна готова Теперь вторая Снова Вот так Так И практически всё Готово Отлично На удивление просто Давайте послушаем Вторую запись С помощью ассистентов Я запишу Результаты Экспериментов На этот Цилиндр Это поможет Нам разобраться Со звуковыми Устройствами Машины Угу Хорошо И чё Всё Ну ладно У второго Вообще практически Ничего хорошего Не было Так, теперь В итоге Как я и думал Что-то тут нужно Куда-то сюда Вставлять Да, видимо Код там был 51637 Или 51673 Ну ща подберём 51637 Память моя меня радует Сегодня Или 73 всё-таки Нет, не всё нормально Шо Так Теперь Куда же мне Пиндюрить Эту капсулу Я извиняюсь Уж не сюда ли прям Значит Согласно этой книге Я должен поместить Капсулу с пеплом В этот лоток Но поместил Так Ну что Всё готово По-моему То есть Остатки помещены В металлическую капсулу Запирающий механизм Код ввели Вернули капсулу Машину Настроили слайдеры Включить к машине Тысячу Да, вроде всё, да Давайте Сохранимся И с Богом Алло, гараж Чё опять не так Бензин Бензин-то я влил Но А, вот Блин, не ту кнопку жму Не смотри в окно Твою мать Твою мать Гордо За две части игры Такой довольно страшной Ну, она не сильно страшная Скорее, мистическая Но так Ничему и не приучился Всё лезет на рожон А согласитесь Это было круто Конечно Пришлось голову поломать Как обычно Но Оно того стоило Сейчас опять кошмарный сон Подожди А чё я тут-то делаю? Я сам сюда добрался Или кто-то меня принёс? Опять провалы у тебя Всё, что помню Изуродованная фигура В окне машины Неужели получилось? Неужели я вызвал Давно умершего Вольфганка Шнайдера Как сказано в письме? Или у меня галлюцинации? Какого? Кто мог оставить здесь Эту записку? Бумажка На ней что-то написано Она была приколота ножом Опасно Мы живем здесь И мы... Так Это по-моему Немецкий Не уверен На сто процентов Так Ну кто у нас Всем этим занимается? Конечно же Генри Так что мы сейчас Отправляемся к нему Так Ну тут без изменений Давайте осмотримся Паренёк Паренёк наш Никуда не ушёл Нет Сидит пока Ну просто представь Такой старый Дерьмовый Деревянный Проектнивший дом А снизу Под ним Такой храмище Огромный Вот это меня всегда И привлекало В данной игре Так Ну сейчас Можно перемещаться Гораздо проще Нужно выбрать карту И направиться В книжный магазин Прямиком И там я думаю Он переведёт нам То что нужно Блин ну помучились Помучились С этим домиком Таких загадок Даже в первой части Не было Там конечно Финальная загадка Была посложнее Чем эта Но В целом Всё равно Здесь как-то Даже посложнее Я не ожидал Думал Раз это от первого лица То и попроще Всё будет Нифига Генри Давно не виделись Вы можете Это прочитать Генри Позвольте взглянуть Да Это немецкий Тут написано Ступай Не думай Возвращаться Ступай К вратам Вратам? Хм Звучит очень знакомо У меня был клиент Он каждую неделю Заказывал книги И приходил За ними сюда Он был Не очень Разговорчив И часто Забывал Об окружающем Погрузившись В свои мысли Но я помню Что он часто Называл место В котором жил Вратами Потом я узнал Что он жил В проклятом Поместье Оно стоит На отшибе Совсем В лесу Вы знаете Как его зовут? Вы знаете Как его зовут? Ммм Не помню Он уже давно Сюда не ходит Он был Совсем Старик Наверное Он уже Умер Что вы можете О нем рассказать? Что вы можете Мне о нем рассказать? Как я и сказал Он часто Впадал В задумчивость Когда я спускался В подвал За его заказом Часто было слышно Как он говорит Сам с собой Он был стар Но мне всегда казалось Что он Выглядит Старше Своих лет Я ни разу Не видел его В городе Только когда Он приходил За заказом Джейкоб Мог бы Рассказать Вам о нем Его отец Прислуживал У них в доме Джейкоб Живет В старом Белом домике Прямо перед Статуей Воющего Волка Мимо Не пройдете Понятно Какие книги Он обычно Заказывал? Какие книги Он обычно Заказывал? По большей части Они были О Магия Астрология Оккультизм И демонология Насколько я помню Достать эти книги Было Очень Нелегко Иногда Одну книгу Приходилось Искать Месяцами Некоторые Были Написаны На языках О которых Я никогда Не слышал Почему вы назвали Поместье Проклятым? Почему вы назвали Поместье Проклятым? Просто по привычке Честное слово Здесь все Его так называют Из-за Всяких Предрассудков Сам-то Я в это Не верю Спасибо За помощь Генри Ну хорошо Джейкоб Значит Говорите Да? По-моему Фонарик Можно и убрать А то как Придурок Рассекаю с ним По городу Во время Дневного Света И пошли Джейкоб У нас Находится А где у нас Кстати Джейкоб Находится Я честно говоря Не знаю Ну где-то В этом же городе Городок У нас небольшой Так что Мы его сейчас Быстро найдем Тут несколько дверей Было Не заблудимся Заблудиться тут Натурально Негде В баре еще Можно поспрашивать Ух ты Сначерело Красиво Красиво Так Там поезда Здесь бар И гостиница Ночью тут жутко Так Ну здесь выход Уже из города Это не то Должно быть Это тот дом О котором Говорил Генри Да Как я и говорил Найти его было легко В этом городишке Заблудиться Достаточно сложно Кто ты? Здравствуйте Меня зовут Говард Я здесь Потому что Генри Лоренс Сказал что вы Можете помочь Мне в одном Деликатном деле Каком деле? Вам знакомо Слово Врата? Я как чувствовал Что вы меня Об этом и спросите Ваш голос Глаза Эти Горящие Яркие Глаза Ты так на него Похож На кого? На него Он говорил Мне о тебе Что однажды Ты придешь Это твоя Судьба Ты не можешь Ей противиться Боюсь Вы меня С кем-то Путаете Боюсь Вы меня С кем-то Путаете Не понимаю О чем вы говорите Кто это? Он Мистер Натанаэль Это он Призвал тебя Из глубин Времени Он узнал Что если Он Обратится К Кто-то Его Собственной Крови Однажды Придет Сюда Я Был Еще Ребенком Но Я Все Помню Что они Делали Под этим Чертовым Домом Я Вижу Его В твоих Глазах Только Оттуда И еще Там был Этот Другой Ребенок Он Не Был Человек Он Выглядел Точно Как Человек И Они Так С ним Обращались Но Я Видел Что В нем Нет Ничего Человеческого Никакое Дитя Человека Не Может Говорить С таким Знанием О Самых Темных Безднах Не Может Вещать О Черных Ритуалах Языческой Древности Скрытых От Глаз Простых Людей Вроде Меня Да Уж Если Ты Сам Его Слышал Ты Б Меня Понял Но Ведь Все Это Есть И В Тебе Ты Скоро Вспомнишь К Тебе Вернется Каждое Воспоминание Затаившись Я Слушал Его Отдаленный Голос Ночами Он Вопил Рычал Прыгал И Крушил Все Вокруг Под Землей Ну Кстати Заметали Что Там Эмоции Прописаны Это Похоже Они Не Успели Вычеркнуть То есть Не Успели Отредактировать Текст И Прямиком Его В Игру Запихнули Типа People's How Так Что Вот Вы Расскажете Мне О Вратах Он Совсем Сумасшедший Но Мне Нужны Ответы Вы Расскажете Мне О Вратах Это Здание Покоящееся Над Черной Бездной Ты Уже Должен Был Его Вспомнить Кажется Тебе Все Еще Не Ясно Ты Скоро Вспомнишь В Каком Смысле Мистер Натани Натанаэль Вызвал Меня Из Глубин Времени В Каком Смысле Мистер Натанаэль Вызвал Меня Из Глубин Времени Им Нужен Был Потомок По Крови Поскольку Только Такой Человек Может Сделать То Что Им Требуется Мистер Натанаэль Умел Говорить С Прятками Или Они С Ним Они Сказали Ему Призвать Тебя И Он Так И Сделал Он Каким-то Образом Начал Понимать Удивительные Языки О Существовании Которых И Не Догадывался И Это Знание Позволяло Ему Читать Запретные Книги Которые Он Собирал По Всему Миру Пассажи О том Как Вызвать Кого-то Из Глубин Времени Вся Эта Дьявольская Некромантия Причитания И Харалы Как Мистер Натаниэль Узнал О таком Призыве Как Мистер Натанаэль Узнал О таком Призыве От Джедаи Ммм Джедаи Тень из его собственного рода Твоего рода Тень из рода его собственного Твоего рода Так Что это значит Черная бездна Что это значит Черная бездна Дом построен На целой паутине Подземных ходов Ведущих В Гиену Поэтому Его и зовут Вратами То есть Пусть прямиком в ад В лишенный света Подземный ад Таящий От наших глаз Секреты Которых И вообразить Нельзя Капец Представьте Просто Какой ребенок Какой ребенок Ребенок Которого Мистеру Натанаэлю Велели Принять Он Взял его В дом Несмотря На Отчаянные Протесты Миссис Ингрид Его Жены Кошмар В начале Ребенка Постоянно Мучили Сильные Судороги А после Того Как он Убил Горничную Им пришлось Запереть Его Это Было Ужасно Именно Тогда Мистер Натанаэль Уволил Всех Горничных И слуг Кроме Моего Отца Поскольку Тот Давно Служил У него И был Посвящен Во многие Тайны Потом Они Дали Мальчику Что-то Чтобы Он Успокоился Было Похоже Что он Забыл То Что Знал И Стал Расти В этом Доме Как Нормальный Ребенок Пока В один Прекрасный День Не Покинул Этот Дом И Не Ушел Куда-то Не Знаю Куда Он Направился Но Мне Сказали Что Он Вернется Когда Придет Время Я Знаю Он Тоже Здесь Я Чувствую Слушайте А может Быть Это Говард И Есть Может От Ребенок Откуда Вы Столько Знаете Обо Мне Откуда Вы Столько Знаете Обо Мне Мистер Натанаэль Кое Что Рассказал Мне Но По Больше Части Я Узнавал Все Подслушивая И тайком Читая Книги Которые Читал Он Те Которые Были На Английском Конечно У него Были Друзья Друзья Такими Интересами Когда Они Собирались И Воздух Густел От Благовоний Расслышать Их Возбужденные Голоса Было Легко Они Часто Говорили О тебе И Других Таких Как Ты Были И Иные Вещи Которых Я Не Понял Бы Если Бы Не Читал Этих Книг Его Жена Бедняжка Ненавидела Его Друзей И То О чем Они Говорили На этих Языческих Сборищах Однажды Она Попыталась Убежать Но Он Привел Ее Назад И Запер Ее В комнате Там Она И Умерла Но Он Не Всегда Был Таким Единственная Его Ошибка То Что Женившись Он Переехал В Этот Дом Дом Своих Предков Может Это Была Его Судьба И Он Не Мог Пойти Ей Наперекор Кто Такой Этот Джедай Кто Такой Этот Джедай Я Не Знаю Знаю Только Его Имя И То Что Он Принадлежал К Роду Мистера Натанаэля Я Читал В Одной Из Этих Книг Что Некоторые Люди Даже Если Вы Убьете Их Физическое Тело Все Равно Не Умрут И Не Покинут Этого Мира Они Знают Как Вернуться Назад И Тихо Ждут Когда Придет Их Время Кто Сказал Ему Взять Ребенка Кто Сказал Ему Взять Ребенка Не Знаю Это Было Так Внезапно Однажды Ночью В Грозу Появился Незнакомец С Ним Был Этот Ребенок Он Был Высокий Опасный На вид Все Слуги Сразу Его Испугались А сам Он Казалось Боялся Этого Ребенка Я Слушал О чем Они Говорили И Понял Что Он Почти Не Знает Нашего Языка Поэтому Он Говорил С Мистером Натанаэлем На Языке Который Похоже Знали Только Они Только Пару Дней Спустя Мы Поняли Зачем Он Приходил Он Принес Это Дитя Откуда То Издалека Чтобы Отдать Мистеру Натанаэлю На Воспитание И Тот Принял Его Без Малейших Колебаний Он Так И Не Объяснил Зачем Он Это Сделал Почему Миссис Ингрид Хотела Убежать Почему Миссис Ингрид Хотела Убежать Я Не Уверен Но Кажется Она Видела Нечто Ужасное Она Многое Знала О том Чем Интересуется Ее Муж И О том Что Он Делает Муз После Случа С Случа Ребенком Она Начала Его Ненавидеть Хотя И Оставалась С Ним Со Временем Ситуация Изменилась Все Стало Серьезнее Именно Тогда Начались Тайны Тайны Собрания Так Как-то Жудковато Это Все Звучит Ребенок Которого Боятся Взрослые Который Знает Все Детали Там Древних Языческих Ритуалов Это Кошмар Но Тем Не Менее Я думаю Собственно В следующей Серии Мы Пойдем В бар Да Пораспросим Там У местного По поводу Того Что же Он знает По поводу Врат Про Который Говорил Генри Вообще История Конечно Будоражит Воображение Надеюсь Вам нравится Так же Как и мне Увидимся В следующей Серии С вами Был Артур Всего Хорошего Пока 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 Продолжение следует